Еще несколько лет назад днем образования Сочинской таможни считалось 10 февраля 1978 года. Но исследователи архивных источников установили, что первые документальные подтверждения деятельности таможенных учреждений на Черноморском побережье относятся к XIX веку, а именно к 4 мая 1847 года. А это значит, что Сочинской таможне 170 лет. Важную дату отметили сегодня торжественным собранием с вручением благодарственных писем и знаков отличия за безупречную службу. Больше века профессионально решают сочинские таможенники, поставленные государством задачи по наполнению федерального бюджета, обеспечению экономической безопасности страны. Сегодня Сочинская таможня – современная высокоэффективная служба с новейшими информационными передовыми технологиями, способная четко и компетентно решать задачи по защите экономических интересов государства. Сочинская таможня приобрела колоссальный опыт. Новый виток в ее деятельности был ознаменован выбором города Сочи в качестве претендента на проведение олимпийских и паралимпийских игр в 2014 году. И, как вы помните, это было нелегко. Это было новое. И такое количество иностранцев, конечно, в городе не было никогда. Но справились замечательно. Не было никаких нареканий. Действительно, в последнее время специфика работы таможенной службы обусловлена проведением в Сочи крупнейших соревнований и форумов. Например, во время всемирных военных игр на таможенном посту в аэропорту оформили более 600 мест багажа. Это спортинвентарь, снаряжение, спортивное оружие общим весом свыше 12 тонн. А во время Формулы-1 сочинская таможня обработала более 600 тонн грузов. К таможню прошли более 1300 участников мировых автогонок. Впереди решение не менее важных задач – Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Что касается итогов работы, в 2016 году благодаря таможенникам в федеральный бюджет перечислено порядка 347 миллионов рублей. Возбуждено 11 уголовных дел, более 1200 дел об административных правонарушениях. Выявлено порядка 7 тысяч единиц контрафактной продукции.